Место сбора старый гарнизонный офицерский клуб. Наверное, лучше места и не придумать. Это здание прекрасно иллюстрирует то, в каком состоянии был городок Петровска еще год назад. Депутат с представительным сопровождением проходит к одному из домов, где ремонт только ожидается. Импровизированную экскурсию проводит руководитель общественного совета жителей поселка Петровска Сергей Прозоров. Вот в этом, видите, обратите внимание, он тонет. У него полы внутри квартиры, они находятся на уровне асфальта. Данный визит Владимира Жука преследует несколько целей. Во-первых, выслушать мнение жителей о качестве проводимого ремонта. Во-вторых, узнать проблемы, с которыми сталкивается организация при реконструкции домов. И, наконец, понять реальный объем работ. Контроль за работой по модернизации и восстановлению структуры военных городков – это одно из основных направлений фракции «Единая Россия» Московской областной думы. Поэтому мы изучаем те проблемы, которые здесь есть, смотрим, что делается, и привлекаем партийный актив, привлекаем активных жителей на территории. В целом, тем, как проводится реконструкция, жители довольны. Но им не совсем понятен принцип распределения бюджета на ремонт того или иного дома. По их мнению, зачастую более старые и изношенные дома получают меньше финансирования, чем их более молодые и крепкие собратья. Свои вопросы они и адресовали депутату. Кто автор этой идеи, деньги делить не по техническому смыслу, а по какому-то другому. Поменять водопровод – это что, который фасад? Насколько этому дома от этого станет легче? Присутствующий на встрече представитель управляющей компании также поделился с депутатом планами. По его мнению, ремонт идет без особых сложностей. Сейчас погодные условия нам не дают производить ремонт фасадов, поэтому работы приостановлены. До более теплого периода времени. По внутренним инженерным системам ведет работу на четырех домах. То есть замена отопления, ГВС, КВС. Но пока проблем нет. Осмотрел Владимир Жук и некоторые здания внутри. В основном те, в которых реконструкция только намечается. Подъезды находятся в таком же плачевном состоянии, как и фасад. Если когда-то все телевизоры были, когда-то тревоги были, когда-то телефоны были, когда-то дальние телефоны, отрез, и все это так вот это висит. Есть вопросы у жителей и по благоустройству территории военного городка. Повсюду виден строительный мусор, упавшие деревья, есть ряд заброшенных зданий. Одной только генеральной уборкой, по мнению жителей, эту проблему не решить. Здесь необходимо провести комплексные работы. Есть претензии и к ремонту дорог, но только на отдельных участках. Такая канава, а была же уже осень, а потом положили асфальт, и вот смотрите, вот оно так и есть, видите, что получилось. Местные жители считают, что они тоже должны принимать участие как в формировании бюджета ремонта, так и в приемке выполненных работ. Этот визит депутата – только своеобразный первый шаг в координации совместных действий с общественниками и обслуживающей организацией. Сделано много, но предстоит сделать еще намного больше. Поэтому в ближайшее время мы еще через несколько месяцев сюда приедем, посмотрим, что сделано и поставим задачи на следующий период. Максим Козлов, Владимир Андрианов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.